Особое мнение на 101FM Была Эльвира Слабунова Руководитель партии Яблоко Не кандидат Закономерный вопрос О счастливит ли наш Владимир Вольфович Очень ждем Я надеюсь что да Пока точно график не сверстан Вернее он сверстан Но Кирова там нет И я надеюсь что изменения будут внесены Они выносятся постоянно И Владимир Вольфович в Киров приедет Но пока с уверенностью об этом сказать нельзя Пока в графике Кирова нет Хорошо все ответ получен Я напоминаю что вы наши слушатели можете задавать гостям особого мнения Свои вопросы на сайте Кирова.ру размещена специальная форма Я слежу Пока вопросов нет Но вполне возможно что по ходу нашего с Владимиром разговора Вопросы будут поступать Итак сегодня кстати в нашем городе находится Секретарь общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев Он презентует проект под названием Что не так По большому счету это сбор замечаний Жалоб, предложений от населения И как вот анонсировали СМИ И мы тоже анонсировали Сегодня на перекрестке Карла Маркса и Спасской По-моему работает пункт Куда жители города могут подходить И оставлять свои замечания Вот закономерный рождается вопрос Ведь не только общественная палата Проводит такие акции По сбору мнений, предложений, жалоб и так далее Этим занимаются политические партии Общероссийский народный фронт Всевозможные общественные организации И так далее и тому подобное Вот все что-то собирают А по большому счету Ну на мой взгляд Таких каких-то критических Вернее острых прорывов В нашей жизни не случается Такое ощущение, что все как раз таки Сводится к тому Чтобы поговорить с народом Узнать его чаяния, его проблемы Ну и как-то Выпустить парт Что дальше происходит, непонятно И на этом ограничиться Вы согласны? На самом деле Перефразируя, что не так Можно сказать Все не так А что так? У нас что-то есть Что вот прям вот Работает так, как нам бы хотелось Если посмотреть на это Как на федеральный проект Да, безусловно Может быть Есть по всей стране Какие-то направления Которые подобным проектам Можно изменить Ну я бы, допустим Отвечая на вопрос, что не так Первое, что вспомнил Это не так С обеспечением лекарствами Населения Кировской области Леготников в частности Последнее время Очень много езжу по районам Первое, с чего Начинаются все встречи Это как раз Отсутствие льготных лекарств Вот Совет Что не так Лекарства Исправляйте Что-то поменяется сейчас Если общественная палата Сможет как-то повлиять На эту ситуацию Здорово Владимир, я вам предлагаю Тогда сразу после эфира Сходите Оставить свои комментарии Свои пожелания Рассказать, что не так Изменится ли? Большой вопрос Здесь слишком серьезные Необходимые перемены Слишком серьезные шаги Для того, чтобы вот Этот глобальный вопрос Решить Если под проектом Что не так Подразумевается Решение каких-то мелких проблем Не так Яма во дворе Снег не убран И снег не убран Или сосколько свисает Например Тогда, наверное, проект Может существовать И более того Во многих городах Где активные мэрии Существуют Приемные Как правило Электронные Онлайн Где человек может написать Что не так Действительно Что не так Нет дорожного знака Где пешеходный переход Обозначается И он появляется В течение недели В подобном виде Проект, наверное, может существовать В глобальном Наверное, нет Ну, посмотрим Посмотрим Удачи этому проекту Я лишь высказал Своё отношение К подобного рода проектам При всем при этом Сам, как депутат Езжу по районам В том числе Получаю обращение от граждан И вот когда ситуация Касается Обеспечения льготными лекарствами Льготников лекарствами Четко понимаю Что без позиции Нашего регионального Минздрава Без позиции Федерального Минздрава Ситуацию Не изменить Иначе придется Это все решать В ручном режиме А в ручном режиме Ни один чиновник Работать эффективно Не может И вот когда Дмитрий Александрович Курдюмова Пресс-конференция Была по льготным лекарствам И он практически Все конкретные вопросы Выводил в плоскость Работы точечно Я понимаю Что это вряд ли Получит какой-то эффект Потому что Обращение Вот этих самых Точек При работе Точечно Будет слишком много Наш региональный Минздрав Не подтверждает Что льготникам Лекарств Не достается А льготники В районах Подтверждают И здесь я склонен Верить все-таки Льготникам И как вы работаете Над этим Как отрабатываете Эти сигналы По поводу Ручного режима Было сказано Что работает Горячая линия Во-первых Предлагаем Льготникам На эту горячую линию Позвонить И опробовать Действительно ли она работает Ну Мягко говоря Противоречивые сигналы Поступают О том Как она работает В части Ручного режима То же самое Раз Курирующий зам Обозначил Что готов Лично заниматься Каждым вопросом Направляем В министерство Безусловно Сами собираем Обращения Для того Чтобы их переправить Курирующему Заместителю И министру Посмотрим Как будет вопрос Решаться Здесь ведь Еще раз говорю Владимир Нужно решать Вопрос Не точечно Не в ручном режиме А глобально Если у нас Денег в ФОМСе Не хватает Нужно для начала Признать Если деньги в ФОМСа Расходовались не на то И это нужно признать Провести работу Над ошибками И сделать так Чтобы их хватало Нужно по-честному Оценивать потребность В этих самых Лекарствах Льготных Из этого Будет складываться Дальнейший успех Обеспечения Льготников Лекарствами Если мы этого Не сделаем То и в следующем году У нас лекарств Будет не хватать И еще может быть Через год Не дай бог конечно А что еще не так Если продолжать Этот разговор Я не имею ввиду Какие-то частные вещи Там не очень заметно А системные Из системного Очень во многих районах Ну я с вашего позволения Сейчас пока по районам А потом Кирову вернусь В очень многих районах Сейчас Сложности С дровами Этих проблем Раньше не было Ну во первых В чем проблема Люди не могут Достать Выписать Купить Льготные категории Не льготные Нет Обычным людям В наше время Еще полагаются За деньги За деньги Но тем не менее Да И если опять же Эти дрова есть Вам их привезут Вы можете их купить Прийти просто К какому-то Лесопильщику Лесозагодовителю Попросить у него Подать вам дров Да Так вот сейчас Эти дрова подорожали И подорожали сильно И особенно пенсионеры Жалуются на то Что у них возможности Приобретать за такие деньги Дрова нет Раньше едва ли Не бесплатно Предоставлялась Обресь Древесная В качестве Материала Который можно Топить печь Ну в частности Там Сосновые Отходы Переработки Древесины И многие За счет этого Топили печи Сейчас этой возможности нет С чем связано Ну вот Не знаю Как-то связано ли Это с ужесточением Подходов К Лесопереработчикам Может быть и нет Как Об этом говорит министр А может быть и да Ну то есть Спорный момент Не знаю Вот честно скажу Пока Каких-то Вот Видимых причин Не нашли Да Конечно же Там береза Подорожала в закупе Китайские Производители фанеры Очень хотят Нашу березу Хотят ее задорого Готовы платить Валюту платят Наши фанерные комбинаты Безусловно Хотят ее В качестве сырья Поэтому береза на дрова Не достается потребителю Не достается людям Которые печь Топят Я представляю порядок Цен на пиломатериалы Я недавно приобретал Я удивился Что так дорого Та же половая доска стоит А потом мне умные люди Подсказали Так Нами интересуются Очень за границей Диктует рынок Внутренние цены Тоже На самом деле Когда обсуждался Этот вопрос На комитетах Закхсобрания Салину Министру Лесного хозяйства И было предложено Подумать Насчет того Чтобы может быть Как-то квотировать Тогда объемы Для Резервировать Объемы Для того Чтобы предоставлять Жителям Для растопки Своих печей Конечно важно Тут и злоупотребление Не допустить Когда человек Получая березу На истопечи Вдруг ее продает Но там на самом деле Объемы небольшие Для того Чтобы вдруг Массово Это все продавать Ну и Кирову Подобрались Что не так Кирову подобрались Ну конечно же Не так у нас Все еще в ЖГХ Не так Не так Все хромает Все не так Да Все не так И здесь очень хочется Каких-то действий Понятно Что проблема Застарелая Проблема Которую может быть По щелчку пальцев Не решить Тем не менее Какой-то Вектор Хочется что ли Получить от администрации Как бороться С произволом Управляющих компаний Как их заставить Работать на Тех людей Которые им деньги платят Вот Не так Да Грустно что-то стало На самом деле Это жизненно Если грустить По этому поводу Нам в принципе Наверное Можно было бы Массово Искать пути Миграции Жители Кировской области Оптимисты Повздыхают На встречах Поохают Миграционные процессы Тоже в общем-то Они идут Конечно Грустно Тем не менее Не безнадежно Небольшая пауза У нас сейчас будет Владимир Костин Вице-спикер ЗАГС Собрания Нашего региона Руководитель фракции ЛДПР Вернемся через полминуты Особое мнение На 101FM Продолжаем наше общение Ваш коллега Владимир Депутат Ольга Сыкчина Заявила о том Что в связи с этой трагедией С падением Ан-148 В Подмосковье Самолет Много раз был и у нас Совершил рейсы По маршруту Киров-Москва Так вот Депутат заявил о том Что Министерство транспорта Теперь обязано проверить Победилова Что именно проверять? Что имелось ввиду? Эти слова прозвучали На пленарном заседании Условия эксплуатации Понятно, что к аэропорту Здесь вопросов меньше Чем к авиакомпании Тем не менее Наверняка При обслуживании Этих самолетов Персонал Аэропорта Мог И наверняка И знает Наверняка Какие-то проблемы Которые У авиакомпании Существуют Да, конечно Когда у нас Сложности И так с авиасообщением Что-то может быть Замалчивалось Но здесь На кону-то жизни людей Поэтому нельзя Малчивать Нельзя экономить Элементарно Нужно Получить обратную связь От персонала Вот этот самолет Который от нас улетал Он В достаточной степени Был безопасным Или нет От нашего аэропорта Я думаю Больше ничего Мы получить не сможем Да и наверное Нам Никто там ничего Больше дать-то и не сможет Мой коллега Который Пользовался Авиатранспортом Из Кирова В Москву Вот Сегодня Ехал на поезде Это к вопросу О том Доверяют ли Люди Авиакомпаниям Которые у нас летают Доверяют То есть он принял Это решение Воспользоваться поездом Как раз таки Это напрямую Связано С этой катастрофой Да Страх Страх Опасения Что это может повториться Так просто Самолеты не падают Поэтому да Конечно же Нужно уделить внимание И согласен Что здесь В меньшей степени Авиакомпания Аэропорт Должен Нести ответственность В большей степени Авиакомпания Тем не менее Все участники Процесса перевозки Пассажиров Должны быть вовлечены В процесс контроля Безопасности Перевозок Ну Как известно Наша область Продолжила Сотрудничество С саратовскими Авиалиниями Анны Собственно Убраны Насколько я знаю Вернулись Анны Вернулись уже Саратовские Авиалинии Их используют Как я читал На каком-то Новостнике Всего их там 5 С усиленным Экипажем С усиленным Экипажем Да Я не знаю Как может Парашюты раздали Не знаю Как может повлиять Усиленный экипаж На Процесс Поведения Самолета Усиленный экипаж Но вот Видимо Как-то авиакомпания Считает Что может Задали вопрос Что успели Министр транспорта Кировской области Михаил Поршев По поводу того А чем лучше Эти эки 42 И эмбраера На пленарном заседании Я не видел Министра Транспорта И раз уж Инициатором Депутат Сыгчина Надо у нее Будет поинтересоваться Успела ли Она задать этот вопрос Ну Вот Как известно Ворске Отказались от сотрудничества С саратовскими Авиалиями Все принято Такое волевое решение Нечто подобное Может быть У нас Вот об этом и речь Владимир То есть Наверняка Сотрудники Аэропорта Знают О проблемах Которые Потенциально Могут быть В саратовских Авиалиниях И Проводя некую Проверку Да Тут ведь Речи не идет О том Что Зайдет какая-то Экспертная группа В аэропорт Начнет там Самолеты инспектировать Да и собственно Полномочий нет Кто такие там К примеру Депутаты Областного Заксобрания Чтобы проводить Какие-то проверки А вот Пообщаться Узнать мнение Сотрудников Аэропорта Конечно же Можно и нужно Более того Наверняка Министерство Должно озаботиться Тем Чтобы принять решение Летать На этих самолетах Или не летать Сотрудничать С авиакомпанией Или нет Мне тут невольно Вспомнился случай Много-много лет назад Путешествуя на поезде На юг При остановке В Нижнем Новгороде Когда путейцы Обходили вагоны Ну все спали Естественно Но я не спал Почему-то Я слышал Как путеец Обходила Эта женщина Была и простукила Там какие-то вещи И потом Очень громко-громко Закричала Тут вот это Дальше нецензурное слово Прозвучало Отваливается Ну вы представляете С каким настроением Я просто так От ощущения Что-то там Под тобой Может отвалиться Ну Да Я согласен с вами Что сотрудники аэропорта Они вполне Себе могут осознавать Что что-то не так Конечно В конце концов Да Осознание того Что знал И не сказал Косвенно налагает Ответственность За тех Кого уже сейчас Не вернуть Еще один законопроект Который также Ольга Сыкчина Вносила Это о Ускоренной переходе На спецсчет Речь идет о капремонте Ну как известно Есть общий котел Есть спецсчет Могут Вот у нас раз в год Можно да Если не ошибаюсь Переходить Не чаще раз в год Нет Там немножечко не так Поясните о чем тут речь Речь о том что Принят уже законопроект В первом чтении В первом чтении В первом чтении Надеюсь И во втором чтении В ближайшее время Депутаты Этот закон поддержат Речь о том Что если дома Принявшие решение Перейти С счета Регионального оператора На собственный спецсчет Оформили все как надо У них еще и Потребуется целый год Для перехода На свой специальный счет То есть Процедура Будет отсрочена Мы же говорим о том Что нужно дать возможность Переходить на спецсчет Значительно раньше Депутат Сыкчина Говорил о том Что нужно Учитывать два месяца Есть позиция Внесенная Поправка депутатом Титовым Что нужно это делать В течение полугода То есть через полгода Переходить на спецсчет И на самом деле По полугодию Я бы даже согласился Потому что два месяца Мы готовы услышать Фонд капитального ремонта Может быть слишком Радикальная мера А вот насчет полгода Я думаю Нужно принимать В том виде закон И учитывать Что два раза в год Фонд должен Во-первых Пересматривать программу Потому что Как раз Вот тот самый Переход Годовой Позволяет фонду Делать это раз в год Формировать Некий план Реализации программы И выполнять его Но ничего не мешает Сделать это Два раза в год Фонду Тем более Мы знаем Что есть большие средства Которые фонд Не может израсходовать И как раз Возможность Проводить переоценку Плана Его корректировать В течение года Позволит деньги Эффективней Расходовать фонду С нашей позиции Собственно Депутат Цикчина Это Обосновало То есть я делаю Вы что-то настаиваете На том Чтобы люди Активнее Открывали спецсчет Да вообще Честно говоря Это концепция Которую Правительство Определило Президент В частности Говорит о том Что поручил Правительству Чтобы в регионах Со счета Регионального Оператора На спецсчета Домов Количество домов Перешедших Стремилось К 50% То есть каждый Второй дом Должен Перейти на спецсчет Я понимаю Цель Которую Преследует Правительство Процент Намного Ниже На самом деле Когда сейчас Правительство Пытается Привить Гражданам Чувство Собственности Оно как раз И подкрепляет Это и капремонт И Возможностью Выбирать Управляющие Компании Либо Способ управления Прямой Люди Как жители Домов Не пользуются Этой возможностью Как раз Ввиду того Что кто-то Не понимает Что он уже Собственник Кто-то Не готов Нет времени Этим заниматься Кто-то Может боиться Ответственности Потому что Если ты становишься Хозяином Ты не несешь Полную ответственность За все свои действия При всем при этом Позиция государства Если ты собственник Ты за свою Собственность Отвечаешь Понимание Собственности Применительно Допустим К автомобилям У всех сложилось Потому что даже В советские времена Автомобиль был В собственности И соответственно Каждый человек За ним ухаживал Каждый человек Его ремонтировал А вот Допустим Со своим жильем Почему-то У нас Вот это вот Не срабатывает И люди Привыкли Что Несмотря на то Что жилье В собственности Кто-то За него Должен отвечать На самом деле Виной тому Вот такой Неплавный Совсем Переход С формы управления Государством На форму Управления Собственником Люди Просто оказались Неготовыми Мы в свое время Кстати в 13 году Когда только-только Принимался закон О капитальном ремонте Ровно поэтому И выступали Против Да безусловно Дома нуждаются В капитальном ремонте Никто не говорит Что давайте Мы не будем Его делать Мы говорим Лишь о том Что если вы хотите Переложить это На плечи собственников Во-первых Сделайте это по закону Закон велел Все-таки переводить Дома в соответствии С требованиями То есть Дом должен быть Приведен Приведен В нормативное состояние И только после этого Передан На управление Собственником Этого не произошло Во-первых А во-вторых Жители не подготовили Если Количество Недовольных От введения Платы за капремонт В декабре Когда закон Принимался Было Ну совершенно Минимальным То когда первые Платежки пошли Уже в феврале 14-го года Только в декабре В 14-13 году В декабре Да Соответственно Только в Слободском районе Был митинг Больше 2000 человек Пришло Протестовать Против капитального ремонта То есть Опять же Жители Не особо Следят за Вот этими изменениями И пока платежка Не пришла Мало кто осознает Что капремонт Как-то должен проводиться Его нужно контролировать И так далее Уж коль Плата за капремонт Сейчас введена Задача депутатов Сделать так Чтобы Деньги расходовались Максимально эффективно И вот здесь Я тоже не совсем Понимаю министерство Когда Они говорят что Фонд капитального ремонта Будет расходовать Деньги эффективно Все другие деньги Эффективно Расходовать не смогут На самом деле Это заблуждение То есть это упрек В адрес В адрес жителей В первую очередь Да Я понимаю что Есть масса Управляющих компаний Которые Работают нечестно Которые Наживаются На жильцах И без фонда капремонта А если сейчас вдруг Эти деньги Дать им В управление Растратят Ремонта Не сделают А дом то В ремонте Все равно Нуждаться будет И соответственно Эта ответственность Пойдет на государство У государства Всегда была Эта ответственность Если сейчас Не хватает Механизмов Для работы С управляющими Компаниями Повторюсь Нужно было Еще в 13 году Тогда проработать Этот механизм Оповестить Население Подготовить Если нужно Ну к примеру Вот На мой взгляд Институт Управдомов Решил бы Вот эту проблему Если Ну к примеру В моем доме Нашелся Человек Который готов Распоряжаться Имуществом дома От имени жильцов Получил на то Полномочие И это делает То К примеру Это абсолютно Абстрактные Две ситуации К примеру В соседнем доме Такого человека Не нашлось Ну почему Жители этого дома Должны Бедствовать Почему у них Не должен проводиться Ремонт Или почему Он проводится У них Некачественно Давайте Поможем Жильцам Этого дома К примеру Действительно У всех Просто там Гигантская занятость И они не могут Находить время Для того Чтобы даже платно Содержать Свой дом То есть держать Управдома Который бы Осуществлял Вот эту всю работу Владимир Костин Вице-спикер УЗС Сегодня в особом мнении Сейчас будет у нас Реклама небольшая После нее мы продолжим Нашу беседу Особое мнение На 101FM Особое мнение Владимира Костина Вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Руководителя фракции ЛДПР Продолжается Хочу еще раз Вспомнить Рейтинг Реарейтинг От России Сегодня По качеству Жизни регионов По итогам 2017 года Кировская область Заняла 60 место Из 85 Соответственно В прошлом году В 2016 В позапрошлом Вернее уже Мы тоже были На 60 А вот в 2015 На 56 В 2014 На 55 В 2013 На 54 То есть мы скатываемся Там 72 фактора В целом Уровень доходов Демографии И так далее И тому подобное Мы достигли дна Или мы и дальше Продолжим Это снисхождение На ваш взгляд Позволю себе Сарказм Очевидно Нет еще 25 мест До дна Но Это уже вторая Да Это еще раз Это конечно же Сарказм При всем При том Что я Не особо Сторонник Как-то всерьез Оценивать Подобные рейтинги Такие рейтинги И очевидно Иван Иванович Жить в Кировской области Иван Иванович Но если мы Вот эту удовлетворенность За 75 процентов Переведем Наверное Тогда можно сказать Что у нас В Кировской области Не так-то и плохо Жить Здесь надо сравнивать Еще Вроде бы как Мы в одной стране Живем с теми же Самыми Москвичами Допустим И может быть Даже Они еще Больше нашего Не удовлетворены Однако Если посмотреть На Доплаты к пенсии Пенсионерам Если посмотреть На то же самое Обеспечение Лекарственными Препаратами Соотношение Стоимости Проезда В транспорте И средней Заработной Платы Например То мы Здесь проигрываем И если мы В рейтинге Вдруг Мало ли Будем стоять Выше Москвичей По восприятию Населением Собственной Жизни То Наверное Это будет Не совсем Справедливо У нас просто Оптимистичные люди Я об этом уже Сказал Оптимистичные люди Живут И они Невзирая на все Трудности Верят Что кому-то Еще хуже Неплохой Такой стимул Не грустить Кому-то Еще хуже Надо конечно же В первую очередь Поработать Не над рейтингом А над тем Что мы с вами Обсуждали В ЖКХ есть проблемы Есть Давайте решим И даже если мы Вдруг в рейтинге Не поднимемся После этого То наверняка Ощущения Самих граждан Поменяются Тут В целом Нам Не особенно Повезло Да регион Может быть Не столь богатый Давайте Рачительно Использовать То что у нас Есть Если еще поговорить О рейтингах Об исследованиях В целом Меня очень давно Этот вопрос Беспокоит Почему Одни рейтинги Говорят Что у нас Все плохо Другие говорят Ну не то чтобы Все хорошо Но нормально Почему такой Большой диссонанс Между ними Кому доверять Складывать Это среднее Вычислять В первую очередь Наверное Стоит Задуматься Как этот рейтинг Проводился Поэтому я Не склонен Особенно Им доверять Чтобы Сформировать Свой рейтинг Давайте Прокатимся По районам Кировской области Просто Пообщаемся С людьми А вам Живется Хорошо И На самом деле Здесь Не нужно Ждать От людей Что они Прям скажут Да мне Так Замечательно Живется Что Если они Друг не могут Купить Ключевое По ключевым проблемам Пробежались Посмотрели Если Человек Не может Себе позволить Купить Дрова На эту зиму Наверное У него Как бы он Сейчас Оптимистично В завтрашний день Не смотрел У него Не все Благополучно Если Плата За Коммунальные Услуги Составляет Даже не Две трети Порой А там Три четверти Пять шестых От пенсии Или зарплаты То тоже У человека Не все Благополучно На самом деле Вот Тоже мой вопрос Сейчас не затронули Плата За коммунальные Услуги Просто гигантская В районах Это тоже вопрос Который повсеместно Задает Ввиду того Что у нас Очевидно Неэффективная Энергисистема Внутри региона И Те инвестпроекты Которые вроде бы Как были нацелены На понижение стоимости Коммунальных услуг В полной мере Пока не заработали Но ввиду Инвест Составляющий Еще каких-то причин Жители Порой платят Какие-то безумные цифры В районах А как платят Кредиты берут Штука У меня есть Вот фотография Владимир На самом деле Пугающая Поселок Косино Зуевского района Там стоит Абсолютно Новый дом Заметенный То есть нет Ни одной тропинки Выбиты все стекла Дом новый Очевидно новый Но никто туда Не заселяется В других районах Точно так же В районных центрах Он для кого-то строился Пока не выяснил Мне очень любопытно Почему Он может в эксплуатацию Не был принят Но стоит С виду Добротный дом Никаких трещин по нему нет В оптимистичный Желтый цвет покрашен Другие районные центры Там тоже Есть такая история Когда ты проходишь Вокруг дома Смотришь Там всего Одна жилая квартира А остальные Просто там Стекла Заколочены Дом Вполне себе Кирпичный С виду хороший Но я прекрасно понимаю Что стоимость Коммунальных услуг В нем Настолько высока Что люди просто Переезжают В захудалый Деревянный Чтоб не жить здесь Потому что Нечем платить Да Вот это Пожалуй Бодрит Получше Всякого Рейтинга В котором Мы 60 место Занимаем Остается не так Много времени На прошлой неделе Мы общались В особом мнении С вашим коллегой По партийной Принадлежности Депутат Гордума Денис Ерохин И он заявил В нашем эфире Что все таки Депутаты хотят Четко прописать В правилах благоустройства Правила озеленения Собственно Нашего города Сколько четко Вырубать деревьев Сколько высаживать Обратно Потому что По данным Природоохранной прокуратуры Ну там Несоизмеримые Просто цифры У нас огромное количество Ликвидируется деревьев По-моему Полторы тысячи В прошлом году А высажены было Ну несколько сотен Разница в 3-4 раза На уровне области Нужны такие тоже изменения Ну вы можете конечно И прокомментировать По городу да По городу безусловно Нужно следить За количеством деревьев Потому что Ну мне бы не хотелось Чтобы дерево в Кирове Воспринималось Как что-то уникальное Потому что Если посмотреть На ту же Москву Да она красивая Каменная Но вот с деревьев Но там какие деньги Тратятся на это Но там с деревьями Проблемы Там деревья утепляют Сама зима Ну да Потому что их очень мало Им негде расти И мы то в итоге Идем к тому Что ввиду вот этой Хаотичной Точечной застройки У нас с деревьям Скоро тоже негде Будет расти И если выбирать Между там Домом и Десятью деревьями Застройщик А иногда и Городская администрация Безусловно Выберет дом Так вот этого Не должно происходить Мы свои деревья Тоже должны защищать Если оно Уже не может Расти Если оно Старое Может быть там Дерево умирает Конечно его нужно Спилить Выкорчевать Пень И посадить на этом месте Новое дерево А не построить дом Кстати по поводу Пней там тоже На самом деле Далеко не все пни Вернее Большинство пней Не выкорчевывается Да на самом деле Мы то понимаем Что речь не О выкорчеванных пнях О отсутствии О зеленении Как такового Город конечно Может превратиться При таких вот При таком Варварском Истреблении деревьев В пустыню Нам просто Нечем будет Дышать С вами На самом деле Все приезжающие Многие приезжающие В город Киров Отмечают Насколько у нас Зеленый город Так зачем Вот Это впечатление Позитивное Хотя бы От того Что у нас Много деревьев Портить Что касается Области В районных центрах Наверное проблема Не так остро Не так остро Проблема Проблема В другом Есть много Старых тополей Которые периодически Падают Падают На дома Падают На электросети Проблема с тем Чтобы эти деревья Вовремя Спилить И не допустить Вот этих падений В конце концов На человека Может упасть Денег нет В поселении Деревьев там Слава богу Хватает Лесной край В районах С этим Намного проще То есть На уровне Области Надо как-то Регулировать На уровне Области Скорей Или пусть Каждый муниципалитет Сам разбирается На уровне Областных Муниципалитетов Мы в целом Перейдем Сейчас в тему Лес С лесом У нас действительно Не все благополучно А вот Как-то Регламентировать Вырубку деревьев Внутри Населенных Пунктов В области Кроме Кирова Насколько я знаю Ну может быть Чепецка Надо кстати Поинтересоваться У коллег Этой проблемы Не стоит нигде Ну по крайней мере Она точно Не первостепеннее Чем К примеру Проблема отсутствия Льготных лекарств Да Так или иначе Мы упоминаем Эту проблему Потому что Это вопрос жизни и смерти Конечно Самый часто задаваемый Повторюсь Вопрос в районах Пара минут Тройка минут Остается Не могу не поинтересоваться Вашим мнением По поводу здания Авиационного техникума На Октябрьском проспекте 97 До сих пор Бурное обсуждение Этого вопроса Ну я напомню Вкратце Появился в интернете Проект Люди увидели Ужаснулись Хотят здание Облицевать Как ее окрестили Туалетной Синей плиткой Это очень возмутило Там Антон Касанов Историк рассказывал Что уникальная Вот эта фреска Ее хотят рекомендировать И так далее Министерство образования Вроде бы пошло навстречу 10 вариантов Выложило На своем сайте Мол голосуйте Что вам больше всего нравится Но народ сразу сказал Так это же та же самая Плитка Только в разных вариациях И вот буквально накануне Еще два варианта Там добавлены О том что С граффитой Это планируют сохранить Но тоже непонятно Как Там из текста Все равно будет облицовка А видимо Это место будет не облицовано Вот Саму эту историю Оцените Как вот Да Народное возмущение Вроде как Тут вроде как Реакция министерства чиновников Да Вроде молодцы Отреагировали Отреагировали Главное Чтобы услышали Просто же можно отреагировать Сказать Ой-ой-ой Вас правда беспокоит Да Жаль что вы раньше не сказали Да тоже реакция Здесь то хочется Чтобы Не просто отреагировали А услышали жителей Антон как историк В полной мере Мне кажется Обосновал Почему было бы неплохо Сохранить прежний вид Но это дороже Тут ведь ключевой вопрос Как я предполагаю Реставрировать то Что сейчас есть Тот авиационный техникум К которому все привыкли Будет значительно дороже Чем покрытие вот этой плиткой Быстро Недорого Неэстетично Но извините Между быстро и недорого Мы выбираем Вот как раз Меньший путь сопротивления А что общественники против Они могли бы быть и не против И надо отдать должное Что есть кому За облик Кирова Бороться То же самое ведь с деревьями Ну да Одно-два дерева В вашем районе Проживания Может быть вы и не заметите Как спилили Но масштабность ситуации Мы в цифрах знаем Полторы тысячи спиленных деревьев И у каждого дома По паре штук деревьев пропало Новых не появилось Может быть сейчас Это и не проблема А через год-два Проблемой станет То же самое здесь Вроде бы как Авиационный техникум Мы его привыкли видеть таким А он будет облицован плиткой Наши дети посмотрят К этому привыкнут Но будут уверены Совершенно не будут понимать Чем мы тут переживаем Будут уверены Что так оно и должно быть А красивых зданий-то в Кирове На самом деле не так много и осталось Другой вопрос Абсолютно соглашусь Нынешнее представление о красоте Допустим мое Авиационный техникум Я бы не сказал Что прямо красиво Как здание Это какой-то памятник А вот вид на областную больницу Кстати с улицы Воровского Как вам? Ох я сейчас опять уйду в лекарства Что же вы делаете? Если в областной больнице Есть все необходимые льготные лекарства Я бы пережил Точно и прежний вид областной больницы Вот как-то вот Спокойно абсолютно Конечно важно Чтобы здание не разваливалось На любителя Нынешний вид областной больницы На любителя На любителя Законодательного собрания Кировской области Руководителя фракции ЛДПР С 23 февраля Уж наверно можно поздравлять С наступающим праздником Мужчин Всех мужчин Всех заслуживших Женщин Отечества Спасибо До свидания Всего доброго Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...